Как настраивать гитару? Собственно, с помощью тюнера. Ну и вот сегодня давайте вместе настроим гитару. У меня здесь стоит тюнер Cruiser TS-7, но в принципе все тюнеры прищепки работают абсолютно одинаково. Поэтому если вы возьмете какой-то другой тюнер, настройка будет производиться точно так же. Итак, первое, о чем вам нужно помнить. Вам нужно знать расположение нот. Весь цивилизованный западный мир давным-давно обозначает ноты латинскими буквами. Первыми буквами латинского алфавита. Таким образом, я не буду вам даже говорить, где до, где ре и так далее. Пусть меня обвиняют, но я считаю это правильно. Итак, вам нужно знать, что ноты всегда идут в определенном порядке. Порядок этот C, D, E, F, G, A, B. И затем начинается снова. C, D – это уже идет следующая октава. Второе, что вам нужно знать, это какие ноты соответствуют открытым струнам. Соответственно, шестая струна, самая толстая. Это I, затем идет A, затем идет D, латинское D. Затем идет G, затем идет B, затем идет E. Снова E. Затем все, что вам остается сделать, это, собственно, настроить. Смотрите, включаем тюнер, дергаем за струну. Смотрите, он показывает нам C. Теперь вспоминаем наш ряд. C, D, E. Нам нужно, чтобы здесь было E. Значит, нам нужно натягивать струну. Натягиваем. Вот мы четко попали в E. Тюнер показал... Экран стал зеленым. Это означает, что мы четко попали в ноту. Смотрим следующую струну. G. Опять же, вспоминаем наш ряд. F, G, A. Значит, нам снова нужно натянуть. Смотрите. G-решетка. Это полутон. Как бы один лат. Продолжаем натягивать. Вот мы попали. A. Она немного перетянута. Вы видите. Сейчас стрелка уходит правее. Это означает, что струна перетянута. Она выше. Значит, вам нужно ослабить колок. И вот вы и попали. Соответственно, следующая струна. Сейчас C-решетка. Вновь вспоминаем. Нам нужно натянуть. Попали D. Она не дотянута. Мы продолжаем натягивать. Вот чуть-чуть перетянул. Чуть ослабляю. Соответственно, мы вновь попали. Вот. Дальше смотрим. Здесь G-решетка. А здесь должна быть G. Соответственно, эта струна перетянута. Значит, нам нужно ее ослабить. Смотрите. Мы ее ослабляем. И вот мы попали. И так далее. Соответственно, здесь A. Значит, мы должны натянуть эту струну. До B. И. Так, F. Так, здесь у нас F. Нам нужно ослабить также немного. Вот. И. И вот мы попали. Теперь, если вы посмотрите на шестую струну. Видите, она стала немного недотянута. Соответственно, это происходит из-за того, что натяжение струн меняется, когда вы настраиваете. Ну и вам нужно просто несколько раз таким образом пройтись по грифу и донастроить все струны. Вам нужно повторить операцию несколько раз. Пока все струны не будут обозначаться зеленым. Ну вот, проверим еще разок. Итак. Шестая струна зеленым. Пятая струна тоже. Четвертая, третья, вторая. Первая. Все струны настроены. Как вы видите. Также небольшой совет. Если вы не понимаете, выше у вас настроена сейчас струна или ниже, лучше всегда ослабьте ее. Дело в том, что если вы ее перетянете, то она у вас просто элементарно лопнет. От слишком большого натяжения. Поэтому, предположим, сейчас я нашу струну настрою немного выше, чтобы показать это. Итак, сейчас струна настроена на самом деле выше. Допустим, вы запутались, этого не понимаете. Не знаю. Не важно. Лучше просто ослабьте ее. Слабьте как следует. Вот. Мы ушли даже в F. Теперь остается просто, опять же, натянуть. Ну вот, мы, в принципе, попали в G. Снова. Таким образом, вы никогда не порвете струны. Вот, собственно, на этом и все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok